Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях автор курса «Архитектура тела» Виола Огородникова. Здравствуй, Виола! Здравствуй, Маша! Прошел ровно год с момента создания твоего авторского онлайн-курса. Вообще, как родилась идея и какие результаты у твоих учеников? Я думаю, время подводить итоги. Первые. На самом деле, год назад уже пришло в мое понимание, и оказывается, это сейчас уже тренд, безопасный фитнес. И хотелось поделиться этими техниками с как можно большим количеством людей. И поскольку те техники, которые я даю, это Ямана, бодироллинг в том числе, они достаточно узкодоступны. То есть в основном преподавание происходит в Москве, и очень много было запросов с разных городов. Люди подключались из Америки, из Германии, но наши соотечественники, которые там живут, потому что такой информационный голод именно в этой теме был. И поэтому первый марафон. Зашло 100 человек из совершенно разных городов мира. Ты не спугалась, честно, когда увидела количество городов? О, Боже! Я обрадовалась, и на самом деле это очень здорово меня подтолкнуло развиваться дальше, потому что я увидела, что есть интерес, и результаты были фантастические. Это был марафон, посвященный здоровым стопам. И зашел он на ура. Наоборот, был такой вот момент, что не все смогли зайти, потому что не хватало оборудования, поскольку для этого нужны специальные ежики аптечные, не подходят. Такое американское оборудование, оно очень просто выглядит, и кажется, что можно воспользоваться любым, но, к сожалению, остальные такие вот предметы, которые продаются в аптеках или в других каких-то фитнес-магазинах, они просто не подходят. Поэтому должно было зайти порядка 150 человек, но вот у кого они были или кто смог купить, ты помнишь, по-моему, к тебе приезжали даже люди за ежиками, потому что... Которые у нас пылились в комнате. Да, все верно. Поэтому меня это очень здорово и обнадежило, и мне это придало таких сил. Поэтому после вот этого марафона у меня вышли еще пять марафонов, посвященные здоровым ногам, здоровой спине, бедрам и грудной клетке. Поэтому вот в принципе за год, результат года, это пять марафонов, при том, что на самом деле очень много было ситуаций, которые меня отвлекало, это и свадьбы, какие-то другие жизненные, ну, такие важные истории, да, когда просто оказалось все, сейчас мы запустим уже, упакуем все это по-другому, сделаем лучше, потому что всегда хочется что-то доработать, но вот что получилось, то получилось, пять марафонов тоже достойно. Ну и за это время прошло порядка 300 человек, но это без какой-либо рекламы, без вообще какого-то продвижения. Какие результаты? Результаты очень классные, мне очень нравится, что много заходило именно тренеров. Это были тренеры по Пилатусу, которые уже и 20 лет в своей тематике очень хорошо развиваются, и были отзывы того, что они проходили очень много материала по стопам, и после, собственно, вот этого марафона, который я запустила, здоровые стопы, они даже потом спорили со своими какими-то преподавателями относительно какой-то методики и как должна стопа работать. Почему? Потому что они это все прочувствовали не на теории, а на практике, на себе, и в этом, собственно, ценность тех методик, которые даются в марафоне. И результаты, конечно, классные для простых людей, потому что это возможность, во-первых, не выходя из дома, начать заниматься своим здоровьем, особенно у тех людей, у которых есть косточки, вот эта же болезненная история, неврома Мортона, это когда, знаешь, может быть, это знакомо для офисных сотрудников или любительниц узкой обуви, когда у нас пальчики сужаются, и нервы между пальцами, они просто истираются из-за того, что узкий носочек. И там сначала это как опухоль идет, и, в общем-то, во всем мире считается, что это операбельная история. Вот мы работали с преподавателем по йоге, у которой была такая история со стопами, она говорит, я начала чувствовать пальцы, потому что вторая стадия, ты просто не чувствуешь, у тебя не двигаются пальцы. Ну, ты ходишь, все нормально, но теряешь эту чувствительность. Вот, поэтому единственное, замечают все, конечно, надо заниматься. Виола, вот мы много говорим о здоровье, здоровом образе жизни, а как вот архитектура тела, вот это понятие вписывается во всю эту тематику? Вообще, архитектура тела, откуда родилось такое название и сам проект, но вышло из огромного количества часов практики индивидуальной работы с каждым конкретным человеком, и, на самом деле, из тех техник, которые даются вот в тех марафонах и программах, которые предлагает архитектура тела с Виолой Огородниковой. И вышло оно именно из того, что у тела есть своя логика. И, например, занимаясь поясницей, надо понимать, что вообще проблемы, ну, к примеру, с поясницей, оно может быть вызвано совершенно разными историями. Это слабость ягодичных мышц, либо же слабость пресса мышц тазового дна, или же есть вообще очень такой мощный кифоз, да, то есть это такое вот вогна, то есть грудной клетки, и поясница является компенсацией. А может быть, это проблема со стопой. Но, как правило, это все-таки не одна проблема, поскольку мы взрослеем, да, и вот этот комплекс проблем, он все у нас увеличивается, увеличивается. Приобретает, да? Увеличивается, да, да, да. Тут самый багаж. Конечно. И есть, конечно же, определенные последовательности, которые желательно, например, не нарушать. Например, работая с животом, прежде чем освободить грудную клетку, хорошо бы освободить живот. Таким образом у нас будет возможность грудной клетки лучше подняться, ничто не будет стягивать ее вниз. Но прежде чем поработать с животом, нужно освободить переднюю поверхность бедра, потому что она очень сильно стягивает вниз живот. И я помню, когда мы учились еще давным-давно в Институте физкультуры на отделении йоги, у нас был кинезиолог, который разбирался с моим коллегой, у которого была изжога, хотя молодой парень был. И он, когда стал разбираться, выяснилось, что тот занимался активно спортом и сократилась передняя поверхность бедра в какой-то момент. А вот эти мышцы, они сами отдельно, обратно, они просто не вернутся в хорошее свое эластичное состояние. Поэтому обязательно после тренировки нужна растяжка, да, или освобождение мышц. И тот ему дал задание освободить эти мышцы определенными упражнениями. Через год мы все встретились на этом же курсе. И у него этой проблемы уже не было. То есть он делал, конечно, все методично. То есть мышцы ног могут часто просто осложнять работу нашей вообще моторики и работу внутренних органов. Поэтому здесь мы смотрим проблемы с ногами, или там висит ягодица условно, человеку хочется решить, просто он не знает о каких-то дополнительных проблемах. Проблемы с подвисающими ягодицами, ну, например, да. То есть что-то там кого-то не устраивает. Как правило, работа с пяткой, да, или с боковой поверхностью ноги. Вот, конечно, вся эта система, она очень индивидуальна. Но я постаралась именно в курсах дать максимальное количество упражнений, чтобы каждому человеку все-таки это было и доступно, и подошло, и помогло. Ну, что, собственно, и происходит. Поэтому название архитектуры тела, она как раз вышла из того, что мы все-таки выстраиваем свой фундамент и начинаем мы со стоп. Ты у нас не впервые в студии. Мы уже проводили несколько программ. Ты показывала разные техники, разные упражнения. Что будет сегодня? Сегодня как раз будет работа с ягодицами и с тазобедренными суставами. То есть мы будем тренировать наши ягодицы функционально. Не так, чтобы это было только красиво, но так, чтобы задействовался, питался и работал наш тазобедренный сустав, чтобы мы ему приносили пользу. А когда тренировка функциональная, это говорит о том, что мы не просто вышли из зала. Мне кажется, каждый из нас играл либо в бадминтон, либо в теннис. Например, в теннис ты тренируешься, тебе показывают замах, ты отрабатываешь, но дальше ты вышел из зала, и ты не делаешь эти упражнения. И если у тебя был перерыв, приходится вспоминать. То есть это специализированные тренировки, где в жизни ты не задействуешь эти движения. И часто фитнес, в тренажерном, например, зале, он качает какую-то мышцу или подтягивает ягодичную мышцу, но не факт, что ты выйдешь из зала, и она будет работать. Вот наша задача включить вот эти три мышцы, ягодичные на каждой нашей ягодице. У нас всего шесть ягодичных мышц, по три на каждой. Вот мы с ними будем работать в разных плоскостях для того, чтобы в жизни, когда вы выполните эти упражнения и начнете идти, они у вас включались, и вы продолжали этот тренировочный процесс. А я хочу напомнить, для тех, кто не видел предыдущую программу, с Велой Огородниковой, все это можно найти на нашем официальном сайте. Водинтв.ру, присоединяйтесь, занимайтесь, и, как сказал наш гость, самое главное, не пропускать тренировки, делать это регулярно, и тогда через сколько мы увидим результат? Ну, я понимаю, что все индивидуально, безусловно, но тем не менее, вот как часто это нужно делать, как часто нужно повторять комплексы упражнений, как часто нужно уделять внимание своему здоровью в Велой. Я повторюсь, то есть те техники, которые я даю, результат можно увидеть сразу, и это кажется чем-то невозможным. То есть мы вроде бы и хотим сразу, но не готовы к этому, кажется, что-то очень странное. Но вот те упражнения, которые были с мячами, я действительно рекомендую нашим телезрителям посмотреть обязательно передачу, когда мы работали с седалищными костями и прорабатывали их черным мячом, потому что это даст нашим ягодицам вообще возможность зажить уже такой полноценной жизнью, получить достаточно кровообращения, получить свою длину, потому что часто у нас мышцы сокращаются, и вообще они там начинают чуть ли не слепаться друг с другом, поскольку они просто не работают, они по каким-то причинам отключены. И вот эти вот упражнения, они дают сразу же великолепный результат, вы можете его просто почувствовать. Ну, конечно, в зависимости от того, какую форму вы хотите приобрести, насколько у вас уже, ну, может быть, какие-то есть болевые процессы, конечно, эти упражнения, они дадут возможность почувствовать облегчение, но какой-то уже такой существенный результат – это все-таки комплекс упражнений и регулярный подход. Ну что, я думаю, приступим? Конечно. Сейчас мы выполним с вами упражнения для ягодиц в трех плоскостях. Для этого поставьте стопы на ширину таза не выворотно, а параллельно, так, чтобы внешние края стопы были параллельны внешнему краю коврика. И мы начнем медленно отводить левую ногу назад, при этом следим за тем, чтобы колено не уходило внутрь, смотрело четко вперед, и наш корпус был максимально вытянут и выровнен вверх. Макушкой тянемся вперед. И с выдохом возвращаемся обратно, максимально выпрямляясь в области подвздошной кости. Снова выдох назад. Мы как будто бы скользим задней ногой, на мыском, как можно дальше от себя, оставляя колено максимально, так, чтобы она смотрела вперед. И с выдохом собираем себя, обязательно выпрямляйтесь и подтягивайте ногу. Следите за тем, чтобы ваши подвздошные кости ни в коем случае никуда не уходили. Ни в один бок, ни в другой. И вы можете себе помогать руками, контролируя это положение, так, чтобы кости подвздошные у нас смотрели четко в пол. И мы выполняем таким образом 15 подходов. Вдох назад, выдох. Обязательно почувствуйте, как в конце сокращается ягодичная мышца. Вдох назад, почувствуйте, как вытягивается, растягивается ягодичная мышца в наклоне. И на выдохе вы собираете себя, выпрямляетесь здесь. И еще пять. Выдох. Вернулись. Четыре. Следите за тем, чтобы ваш таз был фронтальным. Три. Следите за корпусом. Вы можете делать это медленнее, если чувствуете, что стопа нестабильна, либо же вы можете держаться за какую-нибудь опору. Два. Подтягивайте мышцы тазового дна, подтягивайте живот. И один. Отлично. И попробуйте ощутить, что уже очень хорошо загрузилась ягодичная мышца. И то же самое мы делаем с другой ноги. Я немножко развернусь, чтобы вам было виднее. Итак, мы уходим назад, вытягиваясь как можно дальше за стопой. Следим за коленом. На выдохе подтягиваем ногу. И обращаем внимание, что мы не сваливаемся на бедро. То есть вот такого положения перекоса в тазу не должно быть. Еще назад. И выдох. Если вам очень тяжело, держитесь за опору, либо вытягивайте руки вперед. Держась за опору, вы можете подальше вести ногу назад. И подтягивая себя обратно, вы можете почувствовать, что мышцы загружаются гораздо больше. Итак, 15 подходов. Я явно делаю не 15. Вы обязательно следите, чтобы у вас было на одну и на другую ногу равномерное количество раз. Продолжаем. Вдох. Я уже чувствую, что такой хороший, приятный трепет в ягодицы. Обращаем внимание на подвздошные кости, на колено. На выдохе обязательно выпрямляйтесь. И чувствуйте, что вы выталкиваетесь себя стопой и бедром вверх. Два. И последний раз. Один. Колено как будто немножечко, внешний край смотрит и находится над внешним краем стопы. Отлично. Закончили. Сделали глубокий вдох. Выдох. И сейчас мы сделаем упражнение, поставив стопы на ширину таза. Можно чуть-чуть шире. Ширина плеч, ширина таза, как вам удобно. Обязательно обратите внимание, что внешний край стоп параллельно внешним краем коврика. И мы сейчас будем перемещать вес на правую ногу, убирать бедро назад и наклоняться рукой левой к правой ноге. Разворачиваем максимально правое плечо вверх. И затем отталкивайте себя внешним краем стопы. Обратно и переносим вес так, чтобы он оказался между двух столб. Следите за собой так, чтобы у вас бедро не уходило вбок. Оно уходит назад. Я себя рукой контролирую, захватывая за подвздошную кость. В конце вы можете еще докрутиться, довернуться и с выдохом вытолкнуть. Итак, 15 подходов. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Прям тяните себя ладошкой за подвздошную кость назад. Вытягивайте бок. И выдох. Обратите внимание, чтобы не было вот такого положения в боку, чтобы он не сокращался. Если вам тяжело контролировать, увели подвздошную кость назад. И на вдохе еще удлинили бок. Посмотрели вверх. И выдох еще. Вдох. Вытянулись. И с выдохом загрузив ногу, отталкивайте себя вверх. Сейчас самое главное делать не быстро, но скорее контролировать движение. Чувствовать, что действительно у вас все происходит правильно. Что мы хорошо загружаем ягодичную мышцу. Что мы оттягиваем, отталкиваем подвздошную кость назад. Удлиняем бок, скручиваемся в туловище. И то же самое. У вас 15 подходов на одну ногу. Мы делаем на другую ногу. Вдох. Вдох. Загружаем ногу. Убираем. Я рукой себе помогаю. Я убираю бедро диагонально назад. Опускаюсь вниз. Здесь мне тяжеловато, может быть, да, без разогрева. Я на вдохе докручиваю корпус. Помогаю себе головой. Загрузив ногу, возвращаюсь обратно. Вдох. И выдох. Вес между двух ног в конце. Вдох. И выдох. Вдох. Вот здесь, если вы почувствовали, что как-то бедро очень хочет, на самом деле, уйти вперед, можете помочь себе больше рукой вдохнуть в грудную клетку и затем, отталкиваясь, вернуться, поместив вес между двух столб. Вдох. Хорошая нагрузка. Выдох. Вдох. И выдох. И вдох. Прям максимально. Уведите бедро. Вы можете еще добавлять работу руки. Но сейчас мы этого делать не будем, потому что мы на ту сторону такого движения не делали. И выдох. Отлично. По 15 раз на одну, на другую сторону. И последнее, третье упражнение в этом комплексе. Мы снова поставим стопы так, чтобы внешний край стоп не были развернуты наружу. Рассмотрели четко вперед. И мы левой ногой будем ее убирать диагонально назад. Убирать мы ее будем так, чтобы колено, отведенной ноги, оно закрывалось внутрь. Иначе у нас не будет правильно работать опорная ягодица. И с выдохом мы возвращаемся обратно. Снова вдох. Самое главное, не обращать внимание на то, что нога уходит очень сильно вбок. Скорее мы ее уводим диагонально чуть-чуть назад. Закрываем колено. И посмотрите, корпус хочет развернуться. Мы стараемся оставить корпус на месте. И с выдохом возвращаемся. Снова вдох. Слежу за своим корпусом. Следим за коленом. Колено отведенной ноги внутрь. Иначе не будет загружаться правильно опорная ягодица. Еще вдох. Выдох. Я к вам боком. Вдох. Стараемся оставаться центром над коленом. Закрываем колено внутрь. И еще вдох. И почувствуйте, что когда вы поднимаетесь, у вас загружается очень хорошо внешняя сторона ноги. Вы очень хорошо начинаете отрабатывать боковой внешней, боковой частью стопы. И выдох таких 15 раз. И на другую ногу. Все то же самое. Встаем. Отводим ногу диагонально назад, как можно дальше. Закрываем колено. Корпус смотрит вперед. С выдохом обязательно до конца поднимайтесь, чтобы у вас выпрямлялась обязательно вот эта часть подвздошной области. Вдох. Смотрим корпусом вперед. Макушкой тянемся вверх. Выдох. Выросли. И уходим. Вдох. Выдох. Смотрим за тем, чтобы колено не уходило внутрь. Колено закрывается другой. Ноги наоборот внутрь. Очень много точек внимания. Вдох. И выдох. Здесь очень хорошо начинают работать тазобедренные суставы. Включаются практически все мышцы ноги. Включается стопа. У нас при подъеме наверх начинают включаться стабилизаторы. И мы фиксируем себя, выталкиваем ягодицы себя вверх. Вдох. И выдох. Выполняйте эти упражнения дома по 15 подходов на каждую ногу. А дальнейшие упражнения, которые еще больше будут питать наш тазобедренный сустав, а также укрепляют наши ягодичные мышцы, мы будем разбирать с вами в следующих передачах. Виола, спасибо за интересное упражнение. Я думаю, что наши телезрители, те, кто уже включился, продолжают заниматься по твоей методике. Но кто сделал и увидел это сегодня впервые, обязательно будет делать эти упражнения регулярно. И тогда получат долгожданный эффект. А я приглашаю в честь все-таки дня рождения этого проекта. У нас будет в августе как раз, я думаю, с 15-го мы запустим такой флешмоб. И поскольку первый марафон стартовал совершенно открытый и бесплатный для людей, мы сделаем то же самое. Там будут, конечно, некоторые условия. Все-таки надо будет потрудиться, чтобы зайти туда. Но, тем не менее, на официальной странице, в фейсбуке, в соцсетях можно найти, подключиться и уже комплексно подойти к своему здоровью. Виола, спасибо за интересную беседу. Спасибо, что сегодня была вместе с нами. Спасибо, Маша, что пригласили. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин